13 августа 2016 года в субботу с автовокзала города Горловки отправляются детки Зайцево и Сколье. 10 человек в Зайцево и 10 человек в Сколье едут в детский оздоровительный лагерь «Пионер» в Ростовскую область. Спасибо большое, огромная Дорога Добра, Минобороны, которые организовали эту поездку нашим детям, чтобы они немножко крепились, чтобы забылись на этих даже 21 день, что такое война. Дети очень радостные, довольные, веселые, даже то, что встать в 5 утра для них это было легко и просто, потому что знают, что это весело, это большое скопление детей, это отдых, развлечение, то есть самое натуральное расслабление души и тела, потому что, как вы все знаете, наши детки в основном находятся в подвалах, в основном только и слышат взрывы, слышат, как падают на нас разные снаряды, все это видят, теперь они хотят увидеть, что такое действительно детская жизнь. Не похоже, почему я веселый такой, но играю на гармошке у прохожих, наведу, к сожалению, пионер 19-го года. Короткова Нелли Александровна, заместитель начальника управления образования администрации города Городка. Сегодня, благодаря поддержке депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики, благодаря спонсорской помощи меценатов, 100 горловских ребят выезжают на оздоровление в Российскую Федерацию, в Ростовскую область. Сегодня их примет детский оздоровительный центр «Пионер». 100 ребят из отдаленных районов нашего города, те дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также одаренные дети, имеют возможность оздоровиться на территории Российской Федерации, зарядиться энергией, положительными эмоциями перед новым учебным годом. Они выезжают в детский оздоровительный центр, проводят там три недели полноценную оздоровительную смену. При посадке в автобусы у всех ребят проверяют документы, которые должны быть у них при пересечении границы и при зачислении в детский оздоровительный центр. Также работают медработники, которые проверяют состояние ребенка при въезде в Российскую Федерацию. Дети отправляются в детский лагерь отдыха на территории Российской Федерации. Находится он в Ростовской области, в лагерь «Пионер». В Горловке едет 100 человек. Сейчас происходит подгрузка в автобус. Первый автобус загрузили, второй находится в состоянии загружения. С Донецка должно поехать около 50 человек. Через пропускной пункт Успенка сейчас мы погружаемся в Горловке. Три часа мы будем ехать до границы. Дальше будет уже проверка с Российской Федерации. Будут стоять медики, которые будут проверять детей. И мы будем пересекать уже границу.